добрый вечер мир и люди живущие в нем вторник как и обещала я обещал по во вторник эфир правда я обнаружила что сейчас есть тема актуальная не та которая планировала сначала поговорим сегодня о том как выделять время на важное как делать так как распоряжаться своим временем чтобы на важно хватало один из бич нынешнего времени это такая катастрофическая нехватка времени это бегом 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 с постоянным ощущением что я ничего не успеваю шеф все пропало я ничего не успеваю один из вариантов проявления такого непонимания как взаимодействовать с линейным временем с кроносом с линейным временем да и другое вариант взаимодействия проблема взаимодействия с линейным временем с кроносом это набрать 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 обнаружишь ты ничего не успеваю и так как вон от и джи вот так как оно течет вот так и отпускать все это дело оправдывая себя тем что ну ну вот куда сунешь ну вот куда впихнешь я не знаю а если у вас в лексиконе у меня есть эта фраза в лексиконе я ее периодически употребляю и вот буквально на днях поняла что стоп что стоп что вот эта фраза я буду искренять у себя вот эта фраза но ну куда всунуть вот некуда в сумму ну ну вот я не успеваю нет времени да я не успеваю нет времени некуда всунуть некуда впихнуть я отследила что я периодически использую эту фразу и поняла что я эту фразу буду искренять я когда-то до тех кто присоединяются пишем добрый вечер мир и люди живущие в нем я уже несколько приветствий бандовских увидела те кто не первый день со мной знают наше бандовское приветствие пишут добрый вечер мир и люди живущие в нем я когда-то вам рассказывала о том как следила за это пока вы собираетесь просто я тут чуть расскажу потом пойдем уже непосредственно с временем разбираться я вам когда-то рассказывала о том как я следила за собой и убирала из своего лексикона слова проблема вот прям осознанно меняла слово проблем когда мне хотел сказать у меня есть проблема либо у меня много проблем либо у нас здесь проблема я заменяла специально заменяла слово проблемы на задачи вы не поверите к чему это приводит это меняет мышление настолько что проблем не остается есть задачи которые нужно решить и вы вдруг приходите моей истории я вдруг пришла к такому к такому стилю жизни когда у меня нет проблем ну вот реал нет есть задачи есть задачи но задача она поддается решение понимается перед проблемой вы бессильны а задачу поддается решение задачи это в моей власти решить задачу не получается у меня привлечь тех у кого получится и вот так как я меняла учила сама себя специально получала убирать слова проблемы из лексикона и заменять слова проблемы на задача вот так же самое сейчас я обнаружила что я буду учить себя убирать из лексикона словосочетания нет времени словосочетания некуда впихнуть некуда засунуть там какую-то дополнительную задачу потому что когда мы говорим нет времени мы вдруг мы тоже впадаем в бессилие я также сама если я говорю нет времени как будто бы впадаю в бессилие в невозможность в невозможность что-то изменить в невозможность что-то сделать в невозможность вообще привнести изменения в свою жизнь так а ну-ка я вижу периодически лайки это меня очень радует я только пытаюсь так мало приветствий банковских привет приветствий так мало у меня возникает ощущение что здесь большая часть тех кто меня не знает а ну-ка напишите пожалуйста те кто те кто меня знает вот сейчас лайки пересел напишите добрый вечер мир и люди живущие в нем в нем те кто меня знает да я буду понимать потому что мы буквально три-четыре приветствия было и мне прям как будто бы не мои как будто бы как будто бы как вот первый раз зашли напишите тех кто меня знает не знаем уже а приветствую знаем уже это радует так вот когда у вас есть вопросы со временем когда вам кажется что у вас нет времени это же моя история вот моя история сейчас вот тут зашла я увидела лазуткина елена вот она мне потом будет моими же словами мне уже возвращать я прям знаю да вот вижу вах 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 вот да лен я тебя сразу увидела ага все вижу что есть мои вижу знаю но недолго ну буду буду рада буду рада дальше знать много вот я лени недавно которая с которой про книгу свою работаю буквально недавно объясняла о том что ты себе не представляешь у меня нет этих пару часов у меня нет там очень много мои пару часов сейчас она меня послушает и потом будет мне вспоминать моей же полка и меня же так вот про время когда вы говорите что у вас нет времени в этом самом блокируете себе это мои недавние такие истории в этом самом блокируете себе изменения один из блоков который не пускает человека изменения это блок времени есть три блока я в stories писала об этом да есть три основных блок блок видимости блок времени и блок системности вот сегодня будем про блок видимость про блок времени блок видимым даже выключать не буду поставила на запись лена блок видимости мы еще про это будем говорить это когда вам страшно заявить о себе это же вы понимали вот мне сейчас пишет продюсер книги так вот блок видимости это когда вам страшно выйти заявить о себе это когда вам либо вы выходите заявлять там как то показываете себя только с одной стороны какой-то вот я вся такая вот классная успешно а когда какой-то да да вот какой-то затык ну как бы страшненько мы все в белом пальто либо вообще страшны вообще страшно заявить себе это блок видимости как убрать прокрастинацию давайте когда мы перейдем к вопросам вы его еще раз зададите потому что прокрастинацию нужно не убирать а прокрастинацию нужно смотреть прокрастинация это один один из видов сопротивления нужно смотреть что 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 опасного в том что вы прокрастинируете что опасно в том действии которое вы не делаете это определено это не убрать прокрастинацию брать причину прокрастинации а там будет скорее всего с большой вероятностью там будет травма развития какая травма развития не смысле что там есть называется шоковые травмы травма развития скорее всего такая структура характера где когда-то был установлен импульс, и это надо разбираться, смотреть, это нету одного на всех одинаково работающего рецепта. Возвращаемся. Вот вы видите, вы видите, что делает? Вы видите, что делает? Что опасного в твоей книге? Лена, а задай мне этот вопрос дальше. Задай мне этот вопрос позже. Я тебе напишу, что опасного в моей книге. Я свою книгу еще не вижу наследием. Да, вот я у меня как наследие, я ее еще не вижу. Может быть, я боюсь увидеть свою книгу как наследие. Next. Двигаемся дальше. Когда... Это блок видимости. Блок времени – это вот та самая история, когда нет времени. Это та самая история, когда непонятно, вот я тут планирую, 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 и не получается. Ну и дальше мы будем говорить еще про блок системности. Это когда уже время выделяется, но в систему ввести какие-то действия не получаются. Когда вы идете в учебу, когда вы идете учиться, когда вы идете что-то учить, а ну-ка, большинство из вас что делают? Перед тем, как пойти в учебу, задают вопрос, а сколько времени будут длиться уроки? Единицы спрашивают, сколько времени будет длиться, нужно будет тратить на домашнее задание, и единицы еще меньше задают вопрос, сколько времени нужно на внедрение этих знаний. Вот если про домашнее задание еще кто-то спрашивает, то про внедрение знаний почти никто. То есть огромный кусок, а если вы не внедряете эти знания, нафига попубаян, для чего вы тогда это учитесь, это один из блоков времени, когда не получается потом все это дело внедрить. Задайте вопрос, ну поставьте лайки, кто не спрашивал время на внедрение. У кого была такая иллюзия, что вот я сейчас пойду на курс по продажам, например. Курс по продажам длится полтора месяца, я сейчас за полтора месяца как? Ту-ду-ду! А сколько времени нужно на то, чтобы все эти... И сколько времени урок? Два часа в неделю. Замечательно! Сейчас я за два часа в неделю, все. А столько времени нужно на домашнее задание, а сколько времени нужно для того, чтобы это внедрить, а сколько времени нужно, чтобы эти ошибки, чтобы об эти ошибке понять, что я делаю не так, не берется в расчет. В большинстве случаев не берется в расчет. Дальше. Когда вы идете в какие-то обучающие проекты, когда вы идете в какие-то изменения, когда вы идете… Сейчас вот я себя прокачиваю, да, я сейчас сделала челлендж «Горбач к целям». А ну-ка, кто из вас здесь знает про этот челлендж «Горбач к целям», когда я… То есть я поставила себе задачу, я поставила себе цель, и если я… Я пообещала, что если я справлюсь с этой задачей, с этой целью, то 1 августа, следи тех, кто тоже справился, разыграю 500 евро. А тех, кто… Если я не справлюсь, среди тех, кто справился, разыграю 1000. Кто знает про этот челлендж вообще? А ну-ка дайте знать. Так, да, на задание полдня минимум. Ту-ду-ду, из зоны роста. Есть, плюсики, знаю. Ага, отлично. Вот долбичка. Если вы не знаете эту возможность присоединиться к челленджу и выиграть, у меня есть в хайлайтах «Выигрыш», и там все условия. И что это за обязательства, и что нужно делать, и как внедрить эту привычку. Так вот, про привычки. Я с вами к целям. Супер! Здорово! Ух ты! Класс! Я южный. Ага. Окей, двигаемся дальше. Когда вам нужен какие-то новые результаты? Вот у меня есть там большие цели на большие новые результаты. Когда вам нужны новые результаты? Новые результаты? К новым результатам приводят новые привычки. К новым результатам приводят новые привычки. Я в челлендже «Ради вас по жаре хожу 10 тысяч». Нет, Анна, вы не ради меня по жаре ходите 10 тысяч. Вы ради себя ходите по жаре 10 тысяч. Вот это разные немножечко вещи. Точно не ради меня? Ради себя я хожу 10 тысяч, а вы ходите ради себя. Да, ради, ну вы же для чего-то же согласились, да, захотели пойти в этот челлендж. Так, смотрите, что нужно сделать. Когда вам к новым результатам приводят новые привычки, это важно, к новым результатам приводят новые привычки. Для новых привычек нужно время на интеграцию. Это не важно, какая привычка, привычка выходить в сторис каждый день, привычка вести 2-3 раза в неделю, 2-3 раза в неделю эфир, привычка писать посты, привычка ходить 10 тысяч, привычка учить 10-20 слов в день для того, чтобы говорить на другом языке, привычка. Вот-вот, пора. Да, Лен, я сейчас буду продолжить дальше. Тебе не понравится, но ты поймёшь. Тебе не понравится, наверное, но ты поймёшь. Да, наверное, пора, но всё-таки это будет позже. Так вот, когда вы понимаете, что вам нужна эта привычка, вы начинаете смотреть, куда впихнуть. Смотрите, что делать. Первое. Озадачьтесь, пожалуйста, у большинства из вас вряд ли есть полностью понимание, чем наполнен ваш день. У вас вряд ли, у большинства, я не говорю у всех, но у большинства вряд ли есть конкретное чёткое понимание. Вот спросите себя, что я делал, куда ушло час здесь, час здесь, час здесь. Здесь далеко не у всех будет чёткое понимание. Я сегодня в сториз выписала свой день до 4, да, до 4, ну там до 4, потому что я уйдала на курсы. Да, ну вот до 4 я могу сказать по минутам, что и когда я занималась, включая время на попытку споймать кота, который ушёл, бить местных немецких котов. Да, включая вот этот момент, заведите себе, вот, сделайте эксперимент. Сделайте эксперимент. Скажите, хотите, посмотрите, у меня с 5 утра расписано, чем я занимаюсь. Сейчас, сделайте эксперимент. Поставьте себе на телефоне будильник каждые полчаса. На 3-4 дня вам будет достаточно, даже неделю не надо выдерживать, вам будет достаточно. Для того, чтобы вам будильник, для того, чтобы вам будильник напоминал такой, на будильник поставьте вопрос, чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? И отмечайте, на что вы тратите время. Вы просто… Я первый раз эту технику делала, этот инструмент, когда я самый первый раз вместе с консультантом составляла профиль должности. Когда ещё у меня не было ассистента Оли моей волшебной, когда ещё не было вообще сотрудников, когда я только-только думала, что кажется, я не успеваю, кажется, мне нужен кто-то, мне нужно понимать, какие задания передать. И я брала консультанта, и я составляла, что берёт, сколько времени берёт. Капец! Я когда начала писать, что она хочет, что я хочу, чем я занимаюсь, чем… Сколько времени берёт переписка с клиентами, сколько времени берёт скроллинг-ленты. Вы что думаете, я себя не ловила на том, что я сижу с кроллю, как в этом, в глазах шарики? Я ловила, когда я стала понимать, сколько времени я трачу на ответ клиентам, интересующимся, потенциальным ответом. Отправить ссылку на оплату, записать в календарь, ответить на сообщения, пролайкать комментарии, ответить на… Там, записать отметки, пролайкать реакции на сториз. Вот это, да, консультации. Овер дофига. Но, когда вы начинаете это понимать, когда у вас появляется день, вот даже такой день, там, как у меня, когда вы уже понимаете, как расписан день, когда вы понимаете, чем у вас заполнен день, начинается самое интересное. Сейчас, я делаю флоулист из трех дел, и пока я их не сделаю, никаких инстаграмов. Хороший ход, у меня так не совсем получается, потому как я туда, я в инстаграм захожу, ну, сейчас уже по-другому чуть-чуть, но я в инстаграм, инстаграме, фейсбук – моя работа. Это одна из частей моей работы. Поэтому никакого инстаграма пока не сделаю флоулист, ну, да, часть моего флоулиста в инстаграме. Теперь, дальше, когда вы понимаете, у вас отдельно должно быть понимание конкретно, чем заполнен день. Вот сейчас я буду смотреть фильм, вот столько-то времени я отвечаю на сообщения, вот столько-то времени у меня консультации, вот столько-то времени у меня урок, вот столько-то времени у меня обучение, вот столько-то времени у меня на еду, вот столько-то времени у меня на сон, вот столько-то времени у меня, у меня там, на общение с ребенком, вот столько-то и так далее, да. У вас есть это прописано, и потом начинается, самое интересное, в одном месте у вас прописано, у вас должно быть это, если у вас нет конкретного, ну, хотя бы с, по, боже, как на русском, хотя бы получасового скрининга, если у вас этого нет, вы не сможете ничего, ну, будет тяжело что-то измениться временем. У вас должно быть очень четкое понимание, чем вы занимаетесь, очень четко, хотя бы вот с шагом в полчаса. Потом вы пишете себе то, те привычки, которые вам нужно интегрировать. Вы себе делаете, я покажу себе, у меня есть какой-то бумажный трекер, вот он мой бумажный, я объявила челлендж 26 числа, вот он мой бумажный, единственное, что я объявила только по 10 тысячам шагам, остальное, ну, оно мое, да. Вот такая вот штучка, простая, есть какие-то наверняка приложения, фиг его знает, я не очень, я олдскульная, очень во многих вещах, очень во многих вещах. Вот такая листья, он у меня там висит на дверях, но вы пишете себе не просто привычку, вы себе пишете, сколько времени на нее надо. Я, например, точно знаю, что для меня, так как мне комфортно, для меня 10 тысяч шагов – это 2 часа. Это не час, это не полтора, это 2 часа, я замеряю, ну, то есть я знаю, да, сколько это берет. Я понимаю, что для меня 10 тысяч шагов – это 2 часа. 10 слов на немецком каждый день выучить, не считая там курсов, на которые я хожу, это где-то 30 минут. 2 литра воды особо времени не берет. Медитация утренняя – это примерно минут 10-15. Медитация, вечерняя кофе-медитация – это минут 10. И 1 час обучения каждый день. И вот это тот трекер, который для меня важен, помимо каждодневных каких-то моих там консультаций, ответов клиентам, курсов по немецкому, проведения групп, написания постов, проведения сторис, да, там, написания сценариев для сторис, если мне прогрев нужно делать. Вот, у меня, я должна понимать, сколько времени у меня берется. Вот это важно. Когда вы хотите интегрировать, и у меня 2 часа. Ну, потому что если идти, у меня нет задачи бежать быстро. У меня есть задачи, да. Нет, Лена, пока что я в 4.30 вставать не буду, а с 5 до 6 у меня учеба сейчас. Поэтому пока что полчаса книгу на день на ближайший месяц откладывается. Потому что самое неприятное. Или приятное. Давайте, самое честное. Вот следующее, самое честное. Выпить 2 литра воды, ну, это не так много, как писать книгу. Это не так много, как писать книгу. Это все-таки берется, ну, меньше времени, да. И его можно там по минутам расписать. Проще выпить под 5 бутылок просека. Слушай, не помню, не пробовала прям 5 бутылок просека. Ну, согласна, что просека может питься быстрее и проще. Так вот, потом вы садитесь, и у вас есть два списка, да, у вас есть трекер вместе с вашими. То есть я открываю и понимаю, что у меня 2 часа плюс час обучения 3 часа, плюс 30 минут, там, плюс 10-15, плюс 10, это, ну, плюс-минус 4 часа. Простая же штука, да. 10 часов ходить, 10 слов выучить, фигня. 2 литра воды выпить, да, просека проще, наверное. 10 минут на медитацию утром, 10 минут на медитацию вечером, 1 час обучения в сутки. И вот мы приходим, когда вы начинаете считать, вот вы считаете и понимаете, капец. Внимание, вопрос. При наличии нескольких консультаций в день, групп, эфиров, постов, сториз, 3 часа в день обучения немецкому на курсах, дорога туда, дорога обратно, пообщаться с ребенком, я уже молчу про мужа, я уже молчу про мужа. Выдохнуть и поспать. Внимание, вопрос. Куда все это впихнуть? Так вот, по-честному делается следующее. Перед тем, как думать, куда все это впихнуть, вы садитесь и очень честно себе отвечаете. Что для меня важно? И дальше делайте седрадифуиот как-то на русском. Господи, есть здесь израильтяне? Порядок предпочтения. У меня вылетело слово, как перевести седрадифуиот. Сейчас, секундочку, я вспомню. Блин, ну вот капец. Бля, я без просека, еще и без мужа. Боже, я сочувствую. Вылетело. Непорядок предпочтения. Капец, белый шум в голове. Ну, люди, блин, ничего, ни одного игре. Приоритетность, да, приоритетность. Приоритетность, приоритет. Спасибо. Я думаю, что вы по смыслу догадались. Да, они все это перевели. У меня бывает такое, когда в каком-то есть и все, и дальше белое пятно. Вот так. Непонятно, в каком языке я думаю. И дальше вы ставите приоритеты, первостепенность. Но только честно, 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 честно. Вы начинаете не просто смотреть. Не просто смотреть. А, и это важно, и это важно, и это важно, и это важно. Вы открываете свой день и очень честно задаете себе вопрос. От чего я готов отказаться? Очень честно задаете себе вопрос. Вот в этом графике. Что из этого ведет меня в краткосрочной перспективе? Да, нужно мне в краткосрочной перспективе. Что из этого мне нужно в долгосрочной перспективе? И от чего я готов отказаться? Так вот, управление временем начинается с выбора. И с выбором не в том, что я хочу делать. Не только, что я хочу делать. А в долгосрочной перспективе, от чего я готова отказаться. И вот здесь, Лена, прости меня, пожалуйста. Я потом приду к тебе и буду вилять хвостиком и поджимать ушки. Но на ближайший месяц, июль до первого августа, я готова отказаться от написания книги. Понимаешь? Потому что, когда я смотрю на свой график, я понимаю, что у меня здесь сейчас севрита. Ну, то да. И вот здесь на меня можно, конечно, там злиться. Да, кстати, злиться. Ну, я не думаю, что на меня злишься. Я думаю, что ты меня максимум пошлешь куда-нибудь и когда-нибудь. Вот. Но я надеюсь, что у тебя еще хватит чуть-чуть терпения на меня, пока я тут въеживаюсь. Но на каком-то этапе я смотрю. Вот. Вообще нефиг делать, я как вас хвостиком спасаю. Вот и отлично. И я смотрю, от чего я вычеркиваю. И когда я сегодня... Это было не сегодня утром, это было вчера. Я открыла, у меня такой челлендж 10 тысяч шагов. Ну, знаете, да? Я открываю календарь и понимаю... Ну, и дальше у меня в голове набор нецензурной лексики. Денежные травмы всегда. Ага. Почему нельзя во время ходьбы учить новые слова? Мне некомфортно. Я не хочу... Ну, у меня тогда убивается та цель, ради которой я окажу. Поэтому нет. Вообще можно. Я не говорю, что нельзя. Конкретно мне нельзя. Конкретно мне нельзя. Вообще можно. Можно, когда ходить, ставить наушники и совмещать, возможно, ходьбу и учебу. Можно, когда ходить, учить новые слова. Можно, когда ходить... Да, я же говорю, вы можете... Нет, я конкретно, я не могу. Конкретно я это не будет... Ну, у меня есть определенные цели. многие путают, да, многие еще там мне столько писали, начали писать в личку рекомендации, как похудеть, присылать мне гимнастики, присылать мне диеты, я на все это смотрю, думаю, господи, люди, где вы увидели в целях похудеть, цель ходить 10 тысяч шагов, у меня есть четкое понимание для чего, и вот то, для чего, да, там повышение энергетики, но то, для чего я хожу, не предполагает, во всяком случае, на этом этапе, не предполагает наличие дополнительной информации, кроме тишины леса, кроме тишины леса, тишина леса, пенье птиц, может быть, дочка рядом, которая будет составлять мне иногда компанию, сегодня у нас с ней договор, потому что сегодня, когда я сидела и смотрела, я понимала, что утро, ну, в 6.30 первая консультация, ну, так, ну, некуда, у меня есть клиенты, которых я новых я не записываю, вернее, новых я записываю на сентябрь уже давно, а те, которые, ну, в протоколь, те, которые идут в работе, да, мы продолжаем двигаться, мы работаем, первая консультация у меня была в 6.30 утра сегодня, мне некуда больше, потом йога, потом еще консультация, потом слова, потом курс, потом приехать пообщаться, порешать вопросы с дочкой, ну, то есть, все, да, и тогда вопрос, от чего я готова, я сидела и искала, от чего я могу отказаться, от чего я готова отказаться, и я обнаружила, что вот конкретно сегодня я буду отказываться от просмотра сериала, потому что обычно после там 8 вечера мы садимся и смотрим сериал, мы смотрим его на немецком обычно с русскими субтитрами, но смотрим сериал, я посмотрела, от чего я могу, вот есть Седра Ди Фуио, приоритеты, да, есть приоритеты, я смотрю, что для меня важнее, чего отказаться, мы договаривались с дочкой о том, что сегодня она идет, а это время вместе, это наше время вместе, и мы договорились с ней сегодня, что сегодня она идет со мной, мы идем вместе ходить, и в это время будем с ней разговаривать, там общаться, это будет наше совместное времяпрепровождение, сегодня она идет со мной ходить, а завтра я смотрю с ней ее сериал, то, что она хочет. Света, а как ты с этим плануванием, тебе не трешит таке жесткое планувание? Ні? Знаешь, что? Бо я его сама собю делаю. Если бы был кто-то, кто бы мне сказал, что это твое, что ты должен делать, я бы сказала, нафиг, а поскольку я знаю, меня драйвит то, для чего, вот меня сильно драйвит то, для чего я это делаю, и за счет этого драйва я, мне окей, и мы как-то ржали с мужем, вернее, муж с меня ржал, когда я сидела, как-то размышляла, философствовала, говорю ему, ты знаешь, это еще в Одессе было, еще до войны, и я говорю, ты знаешь, Тим, я бы, вот я как подумаю о людях, которые работают каждый день с восьми до шести, с восьми до шести, с восьми, говорю, я не представляю, как бы я работала на кого-то с восьми до шести. Он так поворачивается и говорит, ну, конечно, поэтому ты работаешь с пяти до девяти. Все, да, и да, я могу работать с пяти, ну, окей, до восьми, как правило, но с пяти до девяти, потому что меня драйвит то, для чего я это делаю, и нет тогда графика. Когда я сильно устаю от графика, я его себе пытаюсь разрядить. Так, счет тут еще было, а как быть, когда голова не варит, а учить нужно, бывают разные дни. Если голова не варит, а учить, если голова не варит, голову не насилуем, и можно выходить так же самое, если не варит голова, значит, там много чего-то есть. Выйдите, пройдитесь. Вот серьезно. Вы себе не представляете, насколько перезагружает и перезапускает голову на новое мышление, на новые идеи, когда вы просто идете, не уча язык, не слушая в наушниках обучение, просто идете в тишине, ну, вот, природа. Все. И это одна, ну, один из, то, что нужно мне. Так, как сериал называется, если не секрет, не секрет, мы смотрим разные сериалы, прямо сейчас я смотрю, у нас есть то, что смотрим мы вместе, и то, что смотрю я. Прямо сейчас я смотрю Good Doctor, хороший доктор, про врача-аутиста. Я просто, я влюблена в этого врача-аутиста, очень мне нравится, как, ну, в общем, мне это очень интересно. Это мне, это просто, я сажусь потупить, послушать немецкую речь с русским переводом, совмещение два в а то, мне нравится, это не напряжно. С дочкой до этого мы смотрели сериал Локен Кей, до этого мы смотрели, ой, ну, какие хорошие сериалы нам понравились, мы смотрели с малой. А еще до этого мы смотрели Винкс сериал, фильм про Ведзим, тоже очень было, ну, то есть, не секрет точно. А сейчас, если смотрю я, вот я смотрю Good Doctor, если смотрим с дочкой, смотрим Аватара. Я тоже приблизительно так в одно, но я оставлю себе там, где могу выбирать на свободный план. Ну, вот у меня есть дни, когда у меня есть дни, так, когда я могу себе что-то залишить, но бывают дни, когда это, ну, вот, до карты, в хвилину, в хвилину, в хвилину, в хвилину. Так, окей, смотрите, основной у нас сегодня короткий, классный сериал, да, мне тоже, вот, прям, я влюбилась в этого, я не помню, как, я никогда не помню, как зовут актеров, я никогда не помню, как зовут персонажа, спросите меня, помню ли я, как зовут персонажа, и как зовут этого главного героя, который аутист, доктор аутист. Нет, не помню, но, ну, хорошо, прекрасненько сделаем, чуть-чутьненько сделаем. Окей, что я вам хотела сказать, что я вам хотела сказать. Первое, первое и коротко, когда вы в планировании времени, в планировании времени, самая важная честность, в управлении собственным временем самая важная честность с собой, в первую очередь, перестать быть из серии, ну, вот, по-честному, что для меня важно. Меня сегодня, кстати, в инстаграм, в директе спросили, а как вот ты со своим, я график опубликовала, а как вот ты со своим графиком, а как ты с ребенком, а как же, ну, ребенку время уделять? Сейчас, по-честному, вот если я прям разобью сейчас, если у кого-то был миф о том, что я, либо идея о том, что я там мега хорошая мама, сейчас в дребезги разобью. Очень по-честному. Я знаю, сколько времени мне хорошо, когда мы вдвоем. Я знаю, сколько для меня это. Да, и я очень хорошо понимаю, что если я буду гнобить себя за то, что я там такая плохая мама и не провожу с ребенком по полдня в день, то, ну, блин, лучше это не про меня. Я, вот есть моя природа, я вот такая, я могу с удовольствием провести с ней там 2-3 часа, да больше ей не надо. Она потом идет и говорит, мам, я хочу побыть, я хочу в комнату, я хочу побыть одна. Да, и я с большой верой, не так, я глубоко убеждена, что лучше провести с ребенком час-полтора, но тогда, когда вы с ребенком, когда вы все эти полтора часа с ребенком, не тогда, когда ребенок рядом, а вы там еще что-то пытаетесь доделывать, не тогда, когда вы там, типа с ребенком, я этим тоже когда-то страдала, когда я понимала, что мы идем на горку, мы идем гулять, она играется, а я, значит, одним глазом смотрю, одним глазом еще что-то в телефоне делаю. Лучше полтора часа, час-полтора провести, разговаривая, отложив телефон, будучи вконтакте, либо, не знаю, валяясь в обнимочку перед телевизором, смотря фильм, обсуждая, грызя какую-то вкусняшку, нежели 4 часа думать о том, что, блин, а у меня же вот, и я на тебя всю жизнь потратил. Не тратьте вы свою жизнь на детей, тратьте свою жизнь на себя, они пусть свою живут. И не несут ответственность за то, что, за ваше чувство вины. Это такая штука. Так вот, для управления, ты хорошая мама, знаешь, да, я хорошая мама просто потому, что другой нет. Вот другой нет по определению. Ну, как бы запасной комплектации, в смысле, базовой комплектации запасной не предполагалось. Поэтому, когда-то моя малая злилась на меня, ей было, по-моему, 3 годика, я, по-моему, расстала эту историю, она злилась на меня, сильно раззлилась. Мы ездим в маршрутки, она говорит, ну, еще там она со мной буянила, я ей наставила, не помню, там что-то с сиденьем возле окна было, и она такая, на все это еще маршрутка была, то есть я еще даже машину тогда не купила. Я, кстати, по-моему, тогда только училась на права. Ну, да, значит, года три ей было. И она такая, на весь этот вот, на весь, на всю маршрутку, на весь автобус. Ты злая, плохая, вонючая мама. Я на все это дело смотрю и говорю, котя, у какой родилась, вот, стой учить жить? И это очень много вопросов решает. Маршрутка, конечно, поржала, это решает огромное количество вопросов. У какой родилась, стой учить жить? И вот в управлении, если возвращаясь и резюмируя про время, в управлении время, очень важно честность, сама с собой, с ответом на вопрос, от чего я готова отказаться? Но от чего я готова отказаться, это тогда, когда у вас понятно, понятно, чем заполнен день. Сделайте это, возьмите себе, поисследуйте, чем у вас заполнен день. Чем заполнен день, сколько конкретно времени надо на интеграцию того, что вам надо. На интеграцию того, что вам надо. И когда вы делаете вот эту сверху, честный вопрос, от чего я готова отказаться? И может быть, вы обнаружите, может быть такое, что вы обнаружите, что вы готовы отказаться от цели, либо сдвинуть ее? Вот то, что сейчас там, тот диалог, который в эфире сейчас проходил с Еленой Лазуткиной. Что сейчас, что по-честному, у меня есть в целях книга. Есть. И в этом году я все-таки думаю, что я, ну, хотя бы, там, важно добью. Но я села, посмотрела и поняла, что на июль я готова отказаться от книги. Потому что там еще, еще, еще кое-что нужно доделать. Да, потом в августе я, вероятно, к этому вернусь. Я закончу делать съемки того, что я делаю. Думаю, снимать те съемки, которые я делаю сейчас, и у меня освободится время про книгу. То есть от чего я готова отказаться? Я готова сейчас отказаться, время, да, отложить цель вот эту. Я готова отложить цель вот эту, я готова отложить цель вот эту. Иногда вы можете смотреть, что вы готовы, то, что вы хотите внедрить, оно не соответствует тем ценностям, которые вам дают. И тогда можно честно отказаться от цели. И знаете, что тогда произойдет? Вы перестанете себя грызть за то, что у меня цель есть, а я ничего не делаю. И лучше закрыть этот тот, закрыть этот, ну, это не гештай, да, но закрыть это не сделанное дело, потому что огромное количество не сделанных дел просто съедает вашу энергию. Закрыть это не сделанное дело, незаконченное, да говорит, да, вот я это не делаю. То есть вы смотрите, то, что у вас есть ценнее, чем ту цену, которую нужно заплатить для реализации той или иной задачи, для внедрения той или иной привычки. Вы можете обнаружить, сравнивая, что вы отказываетесь от вот этой привычки, да, отказываетесь от идеи это внедрять, отказываетесь от идеи достигать этой цели, отказываетесь от идеи делать эти действия. Но в этот момент вы перестаете себя гнобить. Вот это, ну, это понятно? Я надеюсь, что это понятно. Поставьте лайки, что понятно, про что я говорю. Як навчитесь відкладать цели, это не выходит, постоянно хочется швидше. Якщо постоянно хочется швидше, то это такий самый добрый, может быть, сигнал, как научиться выкладать цели, скорейше за все быть честною с собой и ответить на два вопроса. Скорейше за все будь честной с собой и ответить на два вопроса. Первое, что для меня действительно важное, но не все, не бывает все. Ну, не бывает все. Если для меня важно все, то я не хочу себе зазнаваться если для меня важно все, я просто не хочу себе в чем-то признаваться. Да, первое, что для меня действительно важно? Другое, другое, а ведь чего я втекаю? На що я не хочу дивитись? Бо якщо хочете завжди швидше, 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 швидше. Если все время хочется быстрее, 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 очень похоже, что вы от чего-то убегаете. Что вы на что-то не хотите смотреть, поэтому надо лететь быстрее, чтобы не остановиться. И тогда надо смотреть, на что я на самом деле, возможно, со специалиста, возможно, с психологом, смотреть, на что я действительно, от чего я сбегаю. От чего я сбегаю. И, возможно, многие вещи получится реализовать гораздо быстрее, когда вы начнете действовать медленнее. Потому что, когда мы начинаем действовать медленнее, тогда мы начинаем действовать в глубину, и КПД эффективность повышается. Собственно говоря, это было все, что я вам хотела сказать на сегодня, верно сейчас. Завтра мы встречаемся с вами в аквариуме, завтра ссылка, те, кто не знает, ссылка в шапке профиля. По средам каждую неделю я делаю одну бесплатную денежную расстановку на канале денежной расстановки и разборы аквариум. Суетливость вечная – это тоже избегание чего-то, может быть. Может быть, если вечная суетливость. Не, я не рискну прям ставить диагноз, говорить, что это обязательно избегание чего-то. Да, но это может быть такое проявление тревожности. Да, ну то есть есть разные, есть разные объяснения этому, да? Окей, прекрасно. На этом, на сегодня все. Спасибо, я рада, если эфир был для вас ценный. Завтра встречаемся с вами в аквариуме. Если вы еще не там, переходите по ссылке в шапке профиля. Это бесплатный проект, там, где раз в неделю делается открытая денежная расстановка. Выбор клиента рандомный из присутствующих желаемочек. В «Мэн Инсайт» прям супер, здорово, это рада. Можно разобрать и ваш эфир на цитаты? Да, всегда, пожалуйста, конечно. Можно разобрать и мой эфир на цитаты. Жду время на август. Заметана, Лен. Так, спасибо за медление. Доброй ночи. Все, прекрасно. Я с вами прощаюсь. Мы с вами завтра встречаемся в аквариуме в Телеграм-канале. А послезавтра, я думаю, что мы встретимся с вами в эфире. Всем хорошего вечера. Пошла я ходить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok